Блогеры каждый новый смартфон Xiaomi называют хитом и топом за свои деньги. Но на поверку это оказывается не так. Редкие их новинки сегодня достойны внимания. У нас как раз такой случай. Ко мне приехал Poco M5. Смартфон от игрового суббренда Xiaomi. Не тот, что Black Shark, а тот, что для всех. Подешевле и в нормальном дизайне. Меня зовут Владимир, с вами Trashbox.ru. Давайте разберемся, является ли он действительно игровым или это очередное надувательство от Xiaomi. Дизайн Poco M5 развивает удачные идеи позапрошлогоднего Poco M3. Здесь используется пластик с текстурой под кожу. Материал абсолютно жесткий, но за счет текстуры и такого интересного напыления складывается впечатление, что в руках держит действительно что-то интересное. Может быть даже действительно кожу. Заметно улучшили блок основной камеры. В принципе, глянцевая полоска – это фирменная черта Poco. Но теперь в M5 она занимает всю ширину и выглядит гораздо более приятно. Однако пройдет неделька-другая, и вот этот красивый глянец покроется мелкими царапинами и окончательно потеряет свой товарный вид. Но это не повод прятать этот практичный, классный на вид корпус вот в это вот силиконовое недоразумение. Чехол здесь гораздо страшнее, могу я вам сказать, чем какие-то мелкие царапины. Не буду даже его убирать. Знаете, это один из немногих случаев, когда смартфон со стильными плоскими торцами, которые сейчас настолько модные, что я не знаю, стоят их повсюду, удобно лежит в руке. Он не очень широкий, и за счет покатой крышки ничего не упирается в ладонь. За эргономику лайк. Всего в линейке три цвета. Унылый черный, фирменный для Poco желтый, и вот что-то новенькое зеленый. Именно его я и взял. Как по мне, он выглядит и стильно, и строго, не вычурно. Пару лет назад, когда появились смартфоны Poco, вот с их этим желтым цветом, они уже настолько примелькались. А это, ну, глоток свежего воздуха, отлично. Напомню, Poco это все-таки в первую очередь игровые смартфоны для такого нищего гейминга. Нет, это плохо, да, говорить нищего гейминга? В целом, меня радует подход Poco к дизайну. Вот такую вот прикольную, приятную на ощупь крышку я был бы рад увидеть в смартфоне и за 20, и за 30 тысяч рублей. Это гораздо интереснее, чем матовые стекла, градиенты, глянец, которые сейчас используют в вот таком вот среднем сегменте. А мы ведь говорим о бюджетнике. Poco это в первую очередь про производительность в играх. И M5 им здесь есть чем порадовать. Здесь установлен Mediatek Helio G99. Кажется, что это очередное обновление вот этой старой никому не нужной линейки. А нет, это действительно новый чип. Напомню, Helio G90, G95, G96 – все они выпускались на 12 нанометрах и сильно проигрывали в конкурентной борьбе Snapdragon 680-695. А G99 наконец-то получил тонкий техпроцесс 6 нанометров. При этом у него осталась прежняя компоновка ядер, чуть-чуть подросли частоты, остался прежний видеоускоритель, и теперь этот смартфон готов работать долго под полной нагрузкой без перегрева. Я распаковал его вчера и всю неделю активно играл в разные игры. Я смотрю на YouTube тест M5 в играх. Получается, что в Genshin Impact на высоких настройках он выдает, ну, стабильные 30 FPS. Своими глазами каких-то глюков я не заметил, даже в сложных сценах. В PUBG можно смело выставлять ультра-настройки, и так же все будет в порядке. Я не говорю про всякие казуальные игры и про что-то чуть более старое с графикой попроще. Все работает идеально. Но самое главное, что под полной нагрузкой пока не сбрасывают частоты. То есть, как запустили игру на 30 кадрах, так через час она и будет работать на 30 кадрах. А смартфон, ну, станет, может быть, чуть-чуть теплым. В этом и заключается заслуга 6-нанометрового техпроцесса. Но в остальном есть жесткий подкол от Xiaomi. Когда я впервые взял это устройство в руки, мне показалось, что я держу в руках какой-то очень слабый бюджетник. Он, что касается интерфейса, буквально тормозит. Ну, точнее, как. Он не тормозит, но работает как-то слишком медленно. Я пошел в настройки, а оказалось, что по умолчанию стоит 60 Гц, тогда как этот IPS-экран выдает все 90. Я включил 90. И все равно, знаете, вот анимации, они вроде бы не тормозят, но хочется плавнее, быстрее. И это при том, что в моей повседневной жизни я пользуюсь смартфоном на более старом Mediatek Helio G96. До этого пользовался другим смартфоном на G99. Я знаю, как они должны работать. И это далеко не так. Я надеюсь, что, как это часто бывает у Xiaomi, они сначала выпустили железку, а потом еще полгодика будут пилить софт, и вот через полгодика мы увидим хорошую прошивку без тормозов и глюков. Пока это не так. Из коробки здесь установлены MIUI 13. Я уверен, он получит и 14, и 15, и будет обновляться несколько лет. Но вот версия Android, скорее всего, останется 12, как и сейчас. Про экран здесь рассказывать скучно. Он пал жертвой дешевизны. Да, это приличный IPS с достаточной яркостью, которым можно пользоваться на солнце. Выдает он 90 Гц. Ну, если на него посмотреть, рамки толстые, вырез под камеру старомодной капелькой, а не O-образной дырочкой. Ничего интересного. А вот вопрос, а когда вы посмотрите на эти 90 Гц, если игры на высоких идут в 30 кадров в секунду, а интерфейс подладивает? Аккумулятор в нем на 5000 мАч, и живет он 2 дня. То есть на этот смартфон можно положиться в плане автономности. А вот зарядкой произошла неразбериха. В комплекте лежит адаптер на 22,5 Вт. Но берет он всего лишь 18, и заряжается почти 2 часа. В повседневной жизни комфорта добавят, например, стереозвук. Вообще, это фишка флагманов, которая потом перекочевала в средний бюджет. Но увидеть ее в смартфоне за десятку, вот это действительно круто. А еще мне нравится преданность Xiaomi инфракрасному порту. Мода на него давно прошла. Другие производители забыли про эту удобную штуку. А Xiaomi все ставит и ставит, ставит и ставит, ставит и ставит. Основная камера тройная, с искусственным интеллектом. Какая разница? Полезный модуль всего один. Samsung на 50 мегапикселей. Это хит среди подобных недорогих устройств. И снимает он действительно прилично. Днем – отлично. Ночью – чуть хуже, но тоже неплохо. Два других модуля – это бесполезные дырки по 2 мегапикселя. Один – макрообъектив. Удачи вам на него поснимать без автофокуса. А второй – датчик глубины, который в портретном режиме тоже особо-таки и не нужен. Если вы до сих пор смотрите этот обзор, значит вам очень интересное резюме по Poco M5. Является ли он игровым? Да, определенно да. Helio G99 – довольно-таки перспективный процессор в этом плане. Как мы выяснили, тот же Genshin Impact тянет на высоких в 30 кадров в секунду, что вполне играбельно. А стоит ли его покупать? За 10 тысяч рублей, которые заплатил за него я – да, это отличное предложение. За 12 тысяч рублей тоже выгодно. Но покупать его дороже, например, в российском магазине – я бы подумал. За те деньги уже можно подыскать что-то с амоледом, может быть что-то со 120 Гц, камеру поинтереснее и так далее. В общем, появляется множество конкурентов. К плюсам я отнесу практичную заднюю крышку производительности время автономной работы. К недостаткам, как ни странно, время зарядки, посредственные камеры и, давайте скажем честно, дисплей со слишком толстыми рамками. С вами был Trashbox.ru. Подписывайтесь на наш канал и пишите в комментариях, купили бы вы такой смартфон за 10 тысяч рублей. Если да, черканите в ЛС, у меня есть для вас предложение. И до новых встреч, друзья!